МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире наши новости. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня прошло третье заседание суда по делу Александра Руденко, виновника ДТП со смертельным исходом. В суде впервые выступила мама погибшей девочки. За ходом заседания наблюдал Андрей Дреер. Мать погибшей пятилетней девочки и жена Сергея Фичко, Елена Корецкая, сегодня впервые появилась в зале суда. Операторов в очередной раз не пустили, поэтому показать мы ее не можем. Но можем поставить аудиозапись, на которой Елена обращается к родственникам виновника происшествия. Когда пустила езду пьяного мужа на автомобиле, любая адекватная женщина не дала бы ему ключи или как минимум нажала бы на тормоза. Вы пролетели весь Ленинский на красный свет. Весь Ленинский. Для нас, для меня и для Евгения это мышленное убийство. Сегодня суд закончил слушать показания свидетелей и перешел к исследованию материалов дела. Обвинитель перечислил все имеющиеся доказательства, а также показания свидетелей. Из всего перечисленного следует, что Руденко проехал на красный, значительно превысив допустимую скорость. От химической экспертизы после трагедии он отказался, но известно, что перед ДТП он выпивал вместе с женой в ресторане. У нее в крови обнаружили алкоголь в концентрации 2,6 промилле, а это тяжелая степень опьянения. После суда впервые дал интервью Евгений Нагорнев, отец погибших трехлетней девочки и женщины. Он рассказал о странном поведении подсудимого Руденко на протяжении всех трех процессов. У человека понимания нету о содеянном. Для него это, что он совершенно равносил, что он там ворону или курицу сбил. Также Евгений рассказал о подданном на первом заседании гражданском иске. Мне денег на жизнь хватает, я самодостаточный. А то, что семье Сергея нужна помощь, не самая состоятельная семья, вы видите, по кредитам, по ипотеке, но и в целом по здоровью. Чтобы как-то компенсировать, помочь парням встать на ноги, банально жилье, образование, я эти деньги передам. В семье Сергея. Следующее заседание суда состоится уже в этот четверг. На нем, предположительно, уже начнутся прения сторон. Андрей Дривер, Александр Антропов. Наши новости. Очередной суд по громкому делу вырубок в Барнаульском парке изумрудном снова прошел без участия главного потерпевшего. Представитель городской администрации в очередной раз проигнорировал судебное заседание. В зале, кроме судей и прокурора, присутствовала лишь обвиняемая сторона, бывший представитель арендатора парка Владимир Фишер и его адвокат. Напомню, Фишер обвиняет в том, что в 2017 году он якобы незаконно вырубил более 700 деревьев, хотя имел разрешение на сто с небольшим. Обвиняемый утверждает, что действовал по разрешению и с позволения властей города. Чтобы поставить точки над «и», суд решил на очередное заседание 11 апреля пострадавшую сторону привести принудительно. Также в числе свидетелей, вызванных для дачи показаний на ближайших заседаниях, бизнесмен Павел Тулин, предыдущий арендатор изумрудного, архитектор Сергей Баженко, начальник отдела по благоустройству и озеленению Елена Королева. Между тем, ученые бьют тревогу. Массовая вырубка в изумрудном могла изменить экосистему парка. Во время экскурсии, которая прошла в минувшие выходные, многие участники заметили, что в земле появились норы, сделанные предположительно грызунами. Как нам пояснили биологи, вот эти, а также многие другие норки – дело маленьких, но упорных лапок, скорее всего, мышей. Дело в том, что они очень любят селиться вот в таком высоком бурьяне, который появился здесь после того, как были вырублены почти все большие деревья. Как нам пояснили ученые, в изумрудном почти нет хищников, которые могли бы охотиться на грызунов. Если коршун чувствует себя в поредевшем парке неплохо, а то, например, совы залетают сюда крайне редко. В то же время обилие мышей может принести с собой целый ряд проблем. Напомним, что они считаются переносчиками многих опасных болезней. А жители села Соколова Зонального района, более трехсот человек вышли на митинг с требованием сохранить Иткульский спиртзавод. Мы с ним работаем! Мы с ним работаем! Митинг состоялся, несмотря на то, что за несколько дней до его проведения собственники завода выплатили задолженность по зарплате. Сельчанам необходимо стабильно работающее предприятие, без которого, уверены люди, гибель грозит не только одному селу, но и многим окрестным. Это был главный элитмотив встречи. Иткульский спиртзавод – городообразующее предприятие. При его закрытии пострадает не 400 человек рабочих, а около 4 тысяч. Это несколько населенных пунктов. Митингующие потребовали от краевых властей выкупить предприятие у нынешних владельцев, а в случае неспособности передать его в собственность трудового коллектива, чтобы создать народное предприятие. Напомним, в конце марта правительство края сообщило о приостановке работы предприятия. Проблемы связаны с финансовыми трудностями собственника. Последним рабочим днем на спиртзаводе должно стать 20 мая. А сейчас о нововведении, которое коснулось систему здравоохранения. Алтайские медики начали выписывать рецепты не в бумажном, а электронном виде. Правда, пока только тем пациентам, которые получают льготные лекарства. В скором времени электронные рецепты должны выписывать абсолютно всем пациентам. А вот готов ли наш край к таким новшествам, разбиралась Валентина Аскерова. Пациенты 9-й поликлиники про рецепты из каракуль, которые порой вообще не разобрать давно, забыли. Им выдают не рукописные, а электронные. На таких отлично читается и название препарата, и его дозировка. По мнению специалиста в отрасли, это нововведение позволяет больше времени тратить на осмотр пациента, а не на бумажную волокиту. Раньше, чтобы выписать один рецепт, врач связывался с аптеками, выяснял, есть ли там определенное лекарство. Уходило до 20 минут. Теперь с приходом электронных рецептов это время сократилось до одной минуты. Врач одним кликом мыши выбирает нужное лекарство, а также указывает персональные данные пациента. Все назначения улетают в аптеку, к которой прикреплена поликлиника. Медсестра участковая на приеме здесь же выписывает в электронном виде рецепты, необходимые пациенту. И на руки выдается ему бумажный вариант, с которыми он в этот же день может обратиться в аптеку. Наши пациенты прикреплены к одной и той же аптеке, с которой мы работаем, и все наши пациенты обращаются в одну и ту же аптеку. И даже несмотря на отсутствие выбора, пациенты рады прогрессу в системе здравоохранения. Не нужно хранить его, во-первых, он может потеряться. Не боитесь, что какую-то определенную аптеку будут только отправлять эти рецепты? Ну, видимо, у них единая сеть должна быть. А единая сеть, как утверждают чиновники Краевого Минздрава, сформируется со временем. И тогда электронные рецепты будут направлять не просто в ближайшие аптеки, а по всем государственным, а и в крае около ста. К слову, сейчас на рецепт в электронном виде пока может рассчитывать пациент, которому полагается льготный препарат. Правда, и то не всегда. Например, врач пришел на дом к больному. Он же не понесет с собой компьютер, правильно? Он будет в бумаге выписывать рецепт. Всякое же может случиться. Компьютер сломался, или у терапевта нет компьютера, или еще что-то. По какой-то причине пока разрешили Министерство здравоохранения Российской Федерации и так, и так выписывать. Кстати, уже к концу этого года, заявляют чиновники, получить электронный рецепт смогут не только льготники, но и обычные пациенты, пришедшие на прием. Правда, тут возникает вопрос, если льготникам выбирать аптеку не нужно, лекарства для них выдают бесплатно, то другим больным, которые приобретают таблетки за свой счет, хочется аптеку повыгоднее. Но при электронном рецепте такого выбора может и не быть. Однако, как будет работать вся эта система, специалисты сказать не могут. Известно, что к 2023 году не менее 70% поликлиник и больных страны должны выписывать в основном электронные рецепты. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжаем выпуск. Вся флора Алтая теперь онлайн. Биологи Алтайского госуниверситета запустили сайт, электронную версию здания флора Алтая, где собраны данные многолетних исследований. Сайт подготовлен к научному форуму и летней школе. Впервые этим летом алтайские ученые станут участниками Большого международного симпозиума АКТРУ-2019. Все подробности далее. Вот уже 10 лет под прицелом научного внимания Полины Гудковой ковыль. Нет, не обыкновенные, а единственные на Алтае злаковые растения, 7 видов которого внесены в Красную книгу. Сегодня на территории края ковыль почти истреблен. Казалось бы, одним растением меньше, что с того. Но ученые доказали, именно ковыль сохранял плодородие степных земель. А итог бездумной распашки – опустынивание и песчаные бури. Это лишь один пример, зачем нужны тома описаний биоразнообразия. В печатном виде пока вышел только первый том флоры Алтая из 10. Но биологи Алтайского госуниверситета запустили сайт проекта, где в открытом доступе теперь есть итоги многолетних исследований. Здесь мы имеем много возможностей. У нас есть интерактивные карты, у нас есть фотография, коллекция фотографий. Можно найти, кто когда-либо исследовал флору Алтая. То есть это очень большой электронный ресурс, который постоянно дополняется, дополняется и является такой основой. Сайт подготовлен к большому научному форуму – Международному симпозиуму АКТРУ-2019, который пройдет в июле в Горном Алтае. Семь лет назад Томский госуниверситет на своей международной станции АКТРУ начал проводить летнюю школу, посвященную проблемам биоразнообразия и природопользования в арктических и альпийских зонах. Ледники Алтая – это огромные архивы данных, а точнее палеоданных. Они хранят и древний воздух, и пыль, и пыльцу, в общем, всю информацию об изменениях климата и загрязнениях окружающей среды. Именно поэтому сюда стремятся ученые со всего мира, причем спешат. Архивы буквально тают на глазах. Их место, кстати, первыми занимают не растения, а бактерии. И изучать эту бактериальную экспансию впервые в мире тоже начали на АКТРУ. Но обсуждать на симпозиуме будут не только фундаментальные исследования. Кроме того, предполагается два сателитных совещания. Одно по энергообеспечению и особенно альтернативной энергетике для удаленных регионов, изолированных. И второе совещание о проблемах, вообще в целом о проблемах российской науки и образования. Такое в качестве сателлита добавлено. Так что на самом деле уже один спектр этот широкий показывает. Тут много чего можно, так сказать, чему поучиться. И не только для студентов и преподавателей, и ученых, но и для представителей индустрии. Важно то, что школа объединяет представителей разных культур. Так или иначе, они вовлечены в политику. И, возвращаясь домой, они действуют как дипломаты. Рассказывают о других культурах, о прекрасном опыте путешествия в Россию. Они могут по-другому взглянуть на пропаганду, которую слышат дома. Алтайские биологи впервые примут участие в этом научном форуме и проведут свою летнюю школу. Это будет полевая экспедиция для ученых со всего мира, которые помогут и в составлении флоры Алтая. Обычный мировой опыт, только международными силами смогли написать флору Китая и Северной Америки, помогут теперь и в описании алтайской горной страны, которая, как говорят ботаники, таит еще десятки неизвестных науке видов растений. Елизавета Монского, Наши новости. К новостям спорта. Мечта поклонников Барнаульского «Динамо» о футбольной национальной лиге вновь так и останется мечтой. Команда в ближайшее время не намерена выигрывать чемпионат второй лиги Зоны Восток. Одна из главных задач у клуба на сегодня – выстроить правильную систему подготовки юных футболистов. Сейчас, по мнению руководителя «Динамо», эта система несовершенна. Поэтому в этом году в структуре клуба появится еще одна команда. В ней будут играть дублеры основного коллектива. «Динамо» с приставкой «М» заявят в третью лигу страны. Помимо этого, к тренерам детской школы предъявят новые требования. Например, они пройдут переобучение, чтобы получить категорию «С». Это дает право заниматься подготовкой юных футболистов. На пресс-конференции обсудили еще один весьма актуальный вопрос. Техническое состояние центрального стадиона краевой столицы. Известно, что в ближайшее время там переделают входную арку. Она будет напоминать ту самую из 50-60-х годов. Также продолжится подготовка к реконструкции здания спортивной школы «Динамо». Сейчас рушится прямо на глазах здание спортивной школы. Но благодаря Министерству спорта сейчас мы нашли взаимопонимание. И в прошлом году мы сделали экспертизу этого здания, что можно сделать, что нельзя сделать, включая спортивный зал. В этом году выделено 1 миллион рублей для проведения проектно-сметной документации. И после этого будет уже проведена реконструкция. Купи жилье и выиграй путевку в Диснейленд. До 5 августа каждый покупатель квартиры от инвестиционно-строительной компании «Союз» автоматически участвует в конкурсе на самую романтичную поездку в жизни в Париж всей семьей. Счастливчики попадут в самую настоящую сказку – огромный Диснейленд. Они смогут прогуляться по замкам, прокатиться на каруселях и все это в реальной жизни. Такую возможность одному из своих клиентов подарит Барнаульский застройщик «Союз». Испытать удачу может любой желающий, купив квартиру в развивающихся новых кварталах Барнаула. Первый из них – времена года. Перспективный микрорайон в границах улиц Сусково, Взлетно-Власихинские проспекты энергетиков. 16 многоэтажных домов, почти все из них сданы. Рядом располагается и другой жилищный комплекс компании «Союз Адмирал». Здесь разместили пять высоток. Застройщик уверяет, это идеальный вариант сочетания цены и качества. Железобетонные конструкции, из которых возвели многоэтажные дома, обеспечивают высокую прочность и надежность с одной стороны, с другой – повышенную звукоизоляцию и низкие теплопотери. Стоимость квартир – от 1 миллиона 300 тысяч рублей. Побороться за путевку в Диснейленд могут клиенты, которые оформят покупку в жилищных комплексах с 1 марта до 5 августа этого года и зарегистрируют купон на специальном сайте. Со строительной компанией «Союз» каждый покупатель в шаге от поездки в парк мечты Диснейленд. На завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – банк «Восточный». А Ольга из бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. «Восточный банк» – одобряем ваши желания. На все территории края плюсовые температуры ясно, теплее всего. В Белокурихе, Изминогорске и Рубцовске там до плюс 15. На градус прохладнее, в Олейске, в Заринске и Камни на Абе плюс 12. В Барнауле ясно ночью плюс 3, днем до 12 тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.